Здравствуйте! Мы находимся на выставке «Сергеева Сергея. Свобода от актуальности». Я Артём Агалашвили и Ольга Астерберг, «Арт-клуб Д-137». Сейчас мы находимся на фоне картины «Электро-кафе». Ее размеры 2 на 3 метра. А почему такие размеры? Ну, я попробую. Для Артёма эта работа называется «Новая волна». «Электро-кафе» – это портрет этой дамы, который был сделан в 1985 году и был представлен на выставке во Дворце молодежи. Также там был автопортрет Сергеева, автопортрет «В год тигра» и портрет Тимура Новикова, который мы можем видеть сзади. Но это тоже реплика, это не тот портрет, который был в 80-х годах, так как те работы уже давно находятся в Нью-Йорке, в Цимберлий-музеум. А эта работа называется «Новая волна». Размер у нее 2 на 3 метра. Дело в том, что два года назад Сергей в Берлине в очередной раз взобновил свое знакомство с Евгением Козловым, художником, который уехал в 90-е годы в Германию, и связь у художников была потеряна. И они пересеклись на одном мероприятии, разговорились, и Сергеев узнал, что Евгений Козлов собирает коллекцию произведений художников Санкт-Петербурга, художников времени 80-х, 90-х, и все работы размером 2 на 3 метра или 3 на 2 метра. Идея Евгения в том, что этот размер, такой размер работ, он предполагает уже музейный масштаб. И он решил собрать произведения такого размера, чтобы рано или поздно это вылилось в большую коллекцию, которую можно было бы показывать в разных музеях. И в конце концов он уверен, что она осядет в каком-нибудь знаменитом Европейском мировом музее. И Сергей заинтересовало сделать такую работу по двум причинам. Ну, первое, ему было интересно сделать такой размер, потому что в основном он работал, ну, максимальный размер у него был 2 метра, метр 60 на 2, а здесь все-таки 2 на 3 метра. Это огромная работа. И знакомство с Козловым, воспоминания о тех временах, о времени новой волны, когда все были молодые, молодые, стильные, задорные. Она навеяла ему вот эту идею сделать реплику на портрет электро-кафе. Назвала она это «Новая волна». Мы здесь видим даму, которая сидит в каком-то городе. Возможно, это Нью-Йорк, а возможно, это город вообще на другой планете. Потому что, если посмотреть выше, мы видим необычные планеты, что относит нас к тому, что, вероятно, эта дама находится и вовсе не на Земле. То есть масса фантазии зрителю предоставлена. Чем интересна эта работа еще? Ну, во-первых, она совмещает два направления творчества Сергеева. Это портреты, которые он делал в свое время, и вот эти планеты. Это то, чем он занимается сейчас. Мы увидим на выставке работы из нового цикла Сергеева, которому даже еще как-то не придумано название. Работы, которые описывают океаны, мировое пространство, планеты, космос. С обратной стороны этой работы мы можем увидеть послание Сергеева. И там написана его мысль о том, почему он сделал эту работу. И это тоже является как частью картины. То есть ее нельзя показывать просто на стене. Ее нужно показывать вот в таком виде. И здесь, в Валерее, как раз удалось это сделать. Еще хочу обратить внимание на эту разницу между «Электро-кафе» и этой картиной «Новая волна». Потому что «Электро-кафе» заканчивалось на грани города, и неба с этой планеты еще не было. Вот это небо с планеты – это как раз то, что новое появилось в очереди Сергеева за это время, и немножко расширило эти горизонты. Но обратите внимание, что, естественно, стилистика, как у портрета «Электро-кафе» и у Тимура Новикова, она совершенно фоновая другая, чем последующие периоды творчества Сергеева. Это вот цветовые пятна, такие пересечения городов. Ну, а дальше начинается, в общем-то, уже его новое период творчества, которое можно назвать словом «Палимсест». И сейчас мы пойдем к «Палимсестам». Сейчас мы находимся около работ Сергеева Сергея, которые можно определить жанрово как «Палимсесты». «Палимсест» – это такое наслоение культурных слоев, когда на книге могли затереть текст, или даже не затереть, а поверх написать следующий, руны покрыть еще какими-то новыми знаками. И, по большому счету, прочитать этот текст достаточно сложно. В нем возникает наслоение многих культурных слоев и, скажем так, отсылок к каким-то древним историям. Здесь Сергеев играет не только с человеческой памятью, а и с памятью целых поколений культуры цивилизации. Поэтому, посмотрев на эти работы, можем посчитать что-то либо это камни, в которых находятся доисторически ископаемые, или все-таки это исписленное вавилонскими значками и клинописью каменной страницы. Вот эти свитки, которые можно считать либо камнями, либо книгами с крышками, либо действительно тоже наскальной живописью или текстами. То есть, на самом деле, такие обращения к глубинам памяти у Сергеева присутствуют. Вот здесь тоже мы можем понять – это свитки, коконы, рыбы, рыбы, конечно, христианский символ в творчестве Сергеева, или какие-то непонятные моллюски. И фактура является фактурой или текстом. То есть, вот эти вот загадки он как бы нам представляет. И, на самом деле, это соответствует такое наслоение культурных слоев, соответствует, в общем-то, и технике, с которой работает Сергеев, потому что он создает от 100 до 200 красочных слоев в каждой картине, потому что первый слой рисуется, полируется к нему для большей скрепки, накладывается новый, который тоже полируется. Вот так вот они срастаются, срастаются потихоньку, цвета проникают сквозь друг друга, просвечивают, а в конце возникает такая сложная, объемная фактура. Тоже, как будто эта вот идея таких слоев человеческой памяти, она и в технологии Сергея сохранена. Идем дальше. Эта работа называется «Застрявшие в теле». Здесь мы видим Адама и Еву. которые, уже вкусив запретный плод, как бы застряли в теле. Все то, что происходит с нами, мы рабы своего тела. Здесь, вероятно, идея такая. Также мы здесь видим горы, такой пейзаж какой-то фламандский. И вот эти по краям деревья, они относят к тому, что все-таки Сергей, он художник театральный. Он заканчивал училище Серова и после окончания работал полтора года в Мариинском театре, делал и застал то время, когда там еще был Барышников, и делал декорации к знаменитому балету «Сотворение мира». И вот здесь как будто занавес такой приоткрывается, и мы видим райский сад. И что интересно, в этой работе уже появилась капча. Капча – это проект Сергеева, который был показан несколько лет назад. И про него мы расскажем дальше, потому что здесь на выставке есть ряд работ с капчей. А вот эта работа, она совмещает и прошлое Сергеева, как театрального художника, и настоящее, и, возможно, будущее. Это еще одно из направлений творчества Сергея Сергеева. Как мы это называем? Металлические объекты. Это такие стальные произведения, сделанные на стали различными способами. Здесь травление сухой иглой. Ну, очень сложная техника. И все это еще живописно расписывается афортной краской. Вот данная работа называется «Путь императора» и была сделана в 2012 году к юбилею войны 12-го года. И состоит она из трех частей. Мы здесь видим знак Геба, знак защиты жизни, любви. И также внизу такие свечи, как бы пройденные, видимо, жизни. И путь императора, который идет по человеческим судьбам. Можно так коротко объяснить эту работу. Но вот ряд произведений, металлических объектов, ну, практически уже все эти вещи разошлись. И Сергей очень редко возвращается к ним. Но это одно из очень интересных направлений в его творчестве. Надеюсь, что он еще в дальнейшем будет это делать. Мы ждем от него этих работ. Это еще одна работа Сергея Сергеева, называется «Корни». И здесь интересный момент. Вот мы наверху видим город. Это мультипликационный фон, которым в свое время занимался Сергеев. После того, как Сергей поработал в Мариинском театре, он работал на студии «Леннаучфильм» в качестве мультипликатора. И делал фоны для мультфильмов. Какое-то время, и вот этот город волшебный, был определенный мультфильм, название я не могу сейчас точно сказать. И вдруг вот Сергей решил сделать этот волшебный город. Ну и под городом мы видим корни. Это уже капча. Здесь были изображены какие-то страшные лики, но автор потом их решил убрать. Приоткроем тайну его. Вот почему-то именно так у него видится эта работа. Ну, это действительно классическая капча, потому что здесь возникает уже новое качество знаков. А капча – это тот самый квадратик, который появляется в компьютере, чтобы отличить человека от робота. Размытые буквы или цифры робот не прочитает, а человек должен догадаться и соотнести. И, в принципе, это очень логично накладывается на историю с полимсерстами. Потому что это тот же самый принцип наслоения культурных знаков. То есть на ту же самую каменную, земляную среду с рунами накладывается еще похожий на компьютер изображение буквы, которое можно расшифровать или не расшифровать. И другое, что композиционно появляется в капчах у Сергеева, что можно увидеть по этой работе и по заставшему в теле. Если полимсерсты полностью композиционно представляют из собой пространство камня или композицию из каких-то там каменных объектов, то в капчах появляется всегда над вот этой земляной поверхностью уровень неба и уровень природы. Если в той работе мы видим Адама и Еву на фоне гор и неба, то здесь мы видим уже город и тоже кусочек неба. И вот на это небо предлагаю обратить особое внимание, потому что оно будет, в очередь, у Сергеева развиваться. И вот три работы достаточно новые. Две можно отнести, скорее всего, к полимсерстам. Это плащаница и золотое руно. Здесь, действительно, в культурных объектах заложено множество смыслов, множество наслоений, знаков, читаемых, нечитаемых, которые могут превратиться в складки или завитушки золотого руна. А здесь вот как раз такая работа, работа относящаяся к капче. Потому что мы видим уже вот эти вот узнаваемые знаки, трансформированные компьютерно. Но здесь еще и есть такое психологическое очень важное влияние, которое принесло учить Сергеева. Вот в этом смысл этой культурологической отсылки к образу Венеры, знаменитой скульптуры Венеры, на самом деле лежит в области психологии. Оля, подскажете? Да, даже скорее в области психиатрии, потому что эта работа называется «Имитация безнадежности». Этот термин Сергей услышал в беседе с профессором Виктором Павловичем Самохваловым и психиатром Леонидом Третьяком. Сергей очень давно дружит с Виктором Павловичем, а Виктор Павлович – это известный психиатр, который жил долгое время в Крыму, сейчас он живет в Праге. И человек, который увлекается искусством и написал много книг, посвященных психиатрии, искусству. Многие художники и музыканты с ним общались. То есть у него в клинике в свое время находился Сергей Бугаев «Африка», который после пребывания там и общения с Виктором Павловичем сделал в Вене грандиозную выставку, которая называлась «Крымия». Также у Виктора Павловича записал свой диск музыкант Брайан Ина в клинике. То есть Виктор Павлович самохвалов – это человек, который имеет непосредственное отношение к искусству. И многие книги свои он иллюстрирует произведениями Сергеева. Так вот, Сергеев, услышав этот термин «имитация безнадежности», решил, как-то получилось, сделать ряд работ, связанных с какими-то названиями, именно диагнозами психиатрическими. Здесь на выставке представлена еще одна работа, она называется «Паническая атака». Ну и ряд работ, «Капч», мы их увидим, они отсылают явно к психиатрии. Да, ну пойдемте. Вот эта «Капча», заглавная для выставки, «Свобода от актуальности». Мы тоже видим такое классическое представление «Капча», обратите внимание, здесь тоже есть пространство Земли, уходящее в город, синее небо, космос, планеты. Но тут есть еще один интересный момент, который Сергеев вводит. Это такая отсылка, может быть, даже к ренессансному классическому искусству. Потому что, если помните, то всегда на классических картинах появляются какие-то персонажи, которые выглядывают из-за пространства картины, не участвуют в процессах, происходящих там внутри, но при этом напрямую смотрят на зрителя, как бы соединяя пространство картины и пространство реальности. Ну, такие медиаторы. Это могут быть ангелочки, сидящие внутри. Если помните Рубенса «Союз земли и воды», здесь сбоку сидит Тайтон, не участвуя в общих процессах, но смотрят прямо на зрителя. И вот такого вот медиатора нам представляет как раз Сергеев. Но этот медиатор особенный. Да, он тоже появляется из пространства картины, он тоже смотрит на зрителя, но смотрит достаточно условно, потому что и глаза его закрыты. И вообще он ничего не слышит, ничего видит, он весь запелен, как мумия или человек после аварии. И то есть получается, что Сергеев нам говорит о том, что коммуникация, получается, осложнена или практически невозможна. Потому что все знаки затерты, то есть все культурные слои мы осознаем, чувствуем, но расшифровать их не можем. И даже тот человек, который должен, тот персонаж, который должен нам это рассказать, он ничего нам не выражает. Он дает нам посылка к информации, к коммуникации, но она та же стертая и закрыта. Очками, бинтами, ну и в других картинах повязками. Там в картинах «Крикуны и молчуны» закрытые глаза, сжатые губы или повязка на глазах и кричащий рот, который тоже выражает не какую-то информацию, коммуникацию, а просто эмоцию, ну как в панической атаке. Да. И вот здесь я хотела бы добавить, что такой момент. Сначала этот персонаж, он был вот без этих, как мы видим, такие провода, которые его соединяют где-то там, видимо, с космосом. И потом вдруг вот Сергей решил их сделать. И когда работа была готова, то изображение он послал Виктору Павловичу Самохвалову. И это, оказалось, был День Медика. И Виктор Павлович вообще прозвал эту работу День Медика. Он был в полном восторге и сказал, что да, даже вот свобода от актуальности человека, который пытается закрыться от всего мира, но тем не менее связь с космосом у него существует в этом случае. Ну и вот эта капча на самом деле такая достаточно уникальная, потому что, во-первых, она может висеть по-разному, ее можно крутить на 180 градусов, менять персонажей местами. И за счет этой структуры то небо, с которым происходит связь, тот космос, оно оказывается здесь, в центре. Эти планеты нависают над этой поверхностью, как будто бы этот взгляд немножко оттуда. И медиаторов здесь у нас, ну псевдо-медиаторов у нас здесь два. Это немножко похожий на Сергеева все-таки персонаж, который тоже, кстати, ничего не видит и ничего не слышит, кроме той музыки, которая у него звучит в ушах. То есть его альтер-эго, ну это что-то такое инопланетно-космическое, с красными глазами, ну тоже без рта. Сказать она нам ничего не может, она может только нам смотреть в глаза своими красными огнями. Так что вот такая интересная история. Ну а про эту я попрошу Ольгу еще добавить. Да, эта работа называется «Опасность», она была написана в 2015 году. Мы видим здесь такой лик то ли ребенка, здесь в качестве медиатора выступает либо ребенок, либо это наша планета. И над нами, над каждым из нас, над нашей планетой всегда висит какая-то опасность. Здесь вот она изображена в виде вот такого непонятного существа. Надо сказать, что это существо навеяно посещением Сергеева музея Гигера. Это швейцарский художник, который делал всю эстетику фильмов «Чужой». И Гигер родился в городе Гюрюер в Швейцарии, и там есть его музей. Как-то Сергеев попал в этот музей, и его впечатлил этот автор. И вот эта опасность изображена в виде такого какого-то страшного существа, которое проносится над планетой или над человеком. Но тем не менее, несмотря на опасность, мы живем, планета наша живет. И вот эта капча – это как отпечаток всей истории человеческой жизни, всего нашего существования и опыта накопленного человечеством. И в самых последних работах у Сергеева движение к космосу, к небу, попытки посмотреть на все с другой позиции, перенести точку взгляда, приводит к тому, что вот это маленькое небесное пространство с планетами, которое проявляется над капчами, он его воздвигает и уходит туда. Вот эта работа как раз, этот свет, к которому стремятся то ли океанические рыбы, то ли космические сущности, оно как раз дает какой-то выход из этой ситуации. То есть коммуникация все-таки возможна, но эта коммуникация проходит через эти провода, через эти планеты, она проходит через космос. И свет находится там. Ну и сейчас о самых последних работах Сергеева. Вот мы уже полностью перешли в этот синий космос, в котором живут персонажи, летают планеты, появляются вавилонские башни, и опасность тоже оказывается именно там. Вот этот вариант опасности, но уже перенесенный в другое пространство. Такими же медиаторами, которые не могут ничего сказать, с такими же структурами, похожими на капчу и полимсесты, но уже совершенно в новом, в синем, в далеком пространстве, которое само по себе позволяет все-таки эту некоторую коммуникацию создать и все эти ужасы и опасности преодолеть. Так что, видите, движение от неба к небу, к космосу, от земли, от пыли и от камней в творчестве Сергеева становится такой магистральной линией. Добавите еще что-то? Да, я хотела бы добавить то, что все работы Сергеева, они совершенно уникальны тем, что у него своя техника, свой подход к изготовлению картины. Потому что в наше время у молодых художников особенно вообще потеряно, на мой взгляд, мастерство и способность сделать произведение на века. Вот работа Сергеева, могу сказать, сворачивается в небольшой тубус, если их куда-то нужно отправить на выставку, и когда они разворачиваются, нет ни одной трещинки, ни одного калькулюра. Это говорит о ответственности автора. И это очень важный момент для меня как для галериста. Так что это очень интересно и уникально в его творчестве. Вот мы и завершили такое виртуальное путешествие по выставке Сергеева, которое проходило и сейчас, наверное, завершается в Арцвергалии, город Санкт-Петербург. Ну, причем нужно еще отметить, что очень интересно, что одновременно с выставкой Сергеева сегодня тут же заканчивается и выставка фламандских художников 17 века. Рубенс, Ван Клеве, Брейгель-младший. Так что соседство достаточно, с точки зрения мастерства, как раз очень показательное. Да, и к тому же Сергей всегда был поклонником фламандского искусства, так что все как-то получилось, рослось правильно. Спасибо. 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 Спасибо.